Хойское ханство было наследственным Курским ханством вокруг Хоя и Салмаса в Иране с 16 по 1805 год. Во второй половине 18 века ханство было описано как самое могущественное ханство в регионе. История Хатунский мост к югу от Хоя был построен Ахматханом Дамболе примерно в 1756-1786 годах. В 16 веке шахт Ахмасб и объединил Хойсок Манабад в один район и сделал Хаджибека правителем племени Дамболе. Однако после убийства Хаджибека в 1548 году губернатором Вана отношения между Дамболе и шахом стали слабыми, что вынудило последнего починить племя силой, и многие вожди этого племени устроили резню. Племя впоследствии бежало в Османскую империю, где они объединились под предводительством Мансурбека, племянника Хаджибека. Около 400 членов Дамболе были убиты, а массовые убийства устроили Кизылбаши. Страх роста влияния Дамболе в Курдистане была еще одна причина резни. В последующий период с конца XVI до начала XVII века Хой не находился под властью Дамболе. Однако город вернулся к Дамболе к 1620 годам, поскольку в документе от 1628 года было указано, что правителем Хоя был Салманхан Дамболе. Военная помощь шаху была условием передачи. Впоследствии потомки Хаджибека правили Хой наследственно и непрерывно под титулом Хана до начала XIX века. Когда город был возвращен Дамболе, город находился в руинах от военного конфликта с Османами и должен был получить определенную сумму налоговых поступлений, взятых из районов Шарур и Дериалкис на еду. Когда Хой был захвачен Надеж Шахом у Османа в 1737 году, племя Дамболе под предводительством Наджиафа Калихана поступило на службу к шаху и также сопровождало его в его военных походах в Индию, Грузию и Дагестан. В 1743-1744 годах в Хое произошло мощное восстание, которое получило поддержку местного рая из-за увеличения налогов Надеж Шахом. Однако в конечном итоге беспорядки были подавлены Шахом, который прислал кочевые племена из Аширвана, Генджи и Еревана. Согласно британскому дипломату Харфорду Джонсу Бриджессу, который был в Иране в начале XIX века и чей труд был опубликован в 1833 году, Хасайн Калидан Боли сражался и победил армию Занда в 1787 году под Ширазом во главе с Латфом Алиханом, заключив в тюрьму и убив около 18 тысяч солдат. Однако замок Шираз не был взят, и сам Алихан не пострадал. Джонс Бриджесс добавляет, что Ага-Мохаммад Хан Каджар хотел уменьшить Азербайджан и поэтому отдал своему союзнику Хасайну Калидан Боли владение Тибристским ханством в 1790 году. Ханство подошло к концу, когда Джафар Кулихан Данболи перешел в альянс с Российской империей и получил Шекинское ханство в 1806 году. Джафар Кулихан участвовал в осаде Эревани в 1804 году на российской стороне и получил кинжал как подарок, который он стремился воздвигнуть в хое.